ребят всем огромное здравствуйте лёха как всегда с вами не так давно был ролик где мы готовили шашлык из куриных бедрышек это было очень сочно вкусно и там я заикнулся о том что вообще я фанат грудки я очень люблю в любом проявлении и у меня есть для вас хороший рецепт приготовление на мангале на решетке как это удобно можно сделать и сделать так чтобы курица при этом осталось сочная также при этом это очень необычная сегодня будет подача поверьте мне это конечно там еще бекон задействуется но сама курица будет бесподобно вкусная поэтому я предлагаю приступить к приготовлению маринад это самое первое чем и начал давайте все-таки подготовим куриную грудку и нужно необычным способом нарезать у меня ее 900 грамм значит малая филей что мы с ним делаем мы его отрезаем но мы его не знаю что мы его не задействуем мы его задействуем а вот здесь вот эти жировые штуки ну если вдруг вы за зож получаешь отребу как вы поняли вы же видите что лёха стройный мускулистый а это значит что всегда эти штучки да я шучу ребята почему теперь смотрите как нам нужно нарезать нам нужно нарезать на два куска что я делаю я беру начинаю аккуратно разрезать на две части ну естественно нож при этом должен быть острый сейчас посмотрим сколько у меня это не рукожопа все получится вуаля да все более-менее хорошо получилось вот таким вот образом я сейчас подготовлю всю куриную грудку по маринаду я буду делать цитрусовый что мне для этого понадобится половина апельсина можно конечно же наверное использовать и стопроцентный апельсиновый сок но это просто дешевле можно руками если вы мощный чак норрис а если не такой мощный как я то можно тогда использовать вот такую вот портативную соковыжималку сюда также я выжимаю одну четвертую наверно от лайма много его здесь не нужно пару капель он даст такую знаете я все время это говорю мексиканскую нотку ну правда у меня лайма ассоциируется с мексикой в которой никогда не был дальше идет вот здесь кстати можно добавить немножко кетчупа я осень добавлять не буду этом погуще будет добавляю соевый соус в любом случае отправляю немного соли потому что своего соуса здесь будет мало перец немного орегано для аромата и моя любимая копченая паприка многие спрашивают где ее покупаю сушки в ленте я даже пару раз пятерки видел можно использовать обычную паприку здесь сильно больше что-то такого не надо и вот здесь если вы любите вдруг поострее что-то добавьте шри рачи добавьте табаско я этого делать сегодня не буду потому что не хочу мы с вами еще соус будем специально сделать все это пим а вот самое главное немножко обычно не оливкового нет никого оливкового масла просто обычного подсолнечного масла масло добавляем чуть не забыл важнецкий ингредиент это естественно чеснок 3-4 зубчика курица без чеснока деньги на ветер скажем так особенно в таком сочетании теперь уже окончательно до перемешиваем берем пакет либо это может быть удобный какой-то контейнер в котором вы маринуете и отправляем всю эту красоту сюда после чего закрываем тщательно перемешиваем в таком виде я ставлю часа на 3 у нас есть свободное время лучше всего конечно чтобы это помариновалось в холодильник я это не убираю если вдруг вы делаете заготовку с вечера то лучше всего уберите в холодильник самое главное правило и неоднократно об этом говорю что перед приготовлением любого мяса а поставьте его хотя бы часа на два при комнатной температуре чтобы после чтобы он не было холодное а за три часа у меня все это возьмется и будет прям вообще антик море ну а мы с вами пока можем приступить к приготовлению соуса это соус такой знаете от некой шавермы либо шаурмы как ее называют вы должны это все увидеть как это все будет подаваться но этот соус здесь важен вот к этой курицы нужен соус прям сразу пропорции соуса такие значит у меня идет 3 огромные столовые ложки сметаны 10 по 15 процента давайте даже немножко побольше соуса нужно здесь хорошечно чтобы было дальше идет кефир можно и аран задействовать немножко это для кислинки вот больше этого не нужно разумеется его величество майонез куда же без него совсем чуть-чуть после чего я добавляю острый соус называется он шри рача можно использовать ваш любимый может быть это какой-то кетчуп будет например да я беру и отправляюсь вот столько это не должно прям гореть это должно быть пикантно вкусно он перечный немножко такой уксусный по следующему что я добавлю это щепотку соли также сюда идет белый молотый перец вообще ребята я понял что в соусах мне стало нравиться именно молотый перец белый если найдете берите можно использовать обычный черный и специя которая мне очень нравится именно в этом соусе это карри это карри не то карри который вот нормальная острая такое да это такое лайтовая но у него хороший привкус в сочетании с шире рачий блин я что-то перестал что лишь и перед шире рачий чеснок здесь он нужен и вот поэтому этому соусу лучше всего настояться два зубчика вы не да положь а вот теперь уже бы перемешиваем после того как вы четко все перемешали вам нужно понять чего не хватает моем случае соли я добавил и добавляю немножко острого соуса ребятки родные если будете готовить вообще любите шаверму прикалывает сделать даже на гриле еще как-то дома попробуйте приготовить в таком формате с добавлением шире рачи многие спрашивают где она от разных производителей есть продается в ленте продается в окей продается в перекрестке вот во всех магазинах петербурге где было она действительно сейчас популяризируется у нее необычный вкус это не табаско табаско больше уксусный а здесь прям перечный отличный замечательный вкус почему все это мы с вами перемешиваем оставляем настаиваться можно в холодильнике можно нет где-то часа два ну короче когда будет готово все мы к этому все это подадим красиво опять же повторюсь и так время пришло в гости отправиться ждет меня старинный друг все понесло меня да мой друг самый славный он мишка и так что у нас есть у нас есть решетка у нас есть курица фактически диетический продукт и у нас есть бекон у нас было а у нас было несколько ампул бекона короче блин бекон ну что такое неужели ты такой же как и все остальные я вот хотел думал смотрите вот ребят вот тут вот я один сталкиваюсь вот с этим почему во всем беконе который продается он выглядит вот так даже покажи пожалуйста вот это велком дохренище денег стоит вот такой рвану с дымом то же самое ладно это не помешает нам никак сейчас мы с вами будем портить диетический шашлык нужно нам с вами аккуратно вот так вот все это разложить сделать плацдарм для курицы картинка у нас должна получиться следующая теперь что мы делаем мы берем кусочек курицы начинаем вот так вот и и распаковывать по всей площади бекона ну а теперь приготовление курицы на решетке как я люблю готовить во первых мы с вами ни в коем случае не пересушиваем никаких 15-20 минут смотрите по какой схеме я люблю работать вот этой стороной вот этой стороной от угли просто не притронутся мы ставим ровно где-то минут на 5 на 6 потом переворачиваем и с этой стороны еще три минуты курица успеет приготовиться но в общем на представлении блюда как всегда все посмотрим это поверьте мне будет сочно и вкусно вот честно люди вот если кто-то вот кто вот едет по улице вот так вот орет музыка вот это какой в этом кайф вообще ну нет а это вообще мотоцикл едет вот уважаемые ну объясните пожалуйста ну люди может быть отдыхают там с колясками нянчатся сиську кому-нибудь там кормят дают ну что это такое ну уважайте пожалуйста ой драм-н-бэйс бы включили нормально наверняка будет много вопросов по поводу приготовления данного типа например а почему ты с двух сторон бекон не положил будет же лучше нет здесь очень важно с одной стороны если поймите нам изначально нужно хорошо прожарить курицу она не толстая на это уходит еще раз 5-6 минут а если мы бекон поставим на 5-6 минут он сгорит нафиг поэтому естественно в процессе я вам специально показал даже как это все снимается что это ничего не прилипает но вы должны понимать вы когда на беконовую сторону переставили уходить от мангала уже не нужно потому что естественно бекон начинает капать может возгораться все просто приподняли поставили это может произойти а может быть нет у нас сейчас вот без этого инцидента было а теперь к самому интересному если естественно вы не любите бекон и вы хотите диетическую версию то можно сделать все без бекона но вот формат на решетке мне больше всего нравится нежели даже чем на чем на шампурах давайте пробовать офигенно вы зачем я говорю получается со сейчас ребят давайте по полочкам первое маринад хороший проверенный доброты я мне кажется может быть даже уже где-то его использовал своих рецептов ну потому что он действительно проверенный курица он подходит на ура не найдете если соответственно лайм используйте лимон второй момент который мне хотелось именно сегодня рассказать ребята я много посещаю кулинарных каких-то форумов не курсов вы же заметили что курс я не посещаю судя по моей нарезке которые мы перестали из-за этого и показывать дело не в этом я смотрю чему людей учат в интернете что рассказывают там рецепт какие-то показывают и но это там типа знаете кисает и вот когда я дохожу до истории куриный шашлык супер сочный я дохожу до отметки где люди говорят с каждой стороны курицу прожаривать по десять минут я просто представляю какой сухарь у людей получается и я понимаю почему куриная грудка не так котируется у людей очень важно это на мой взгляд готовить на решетке на самом деле на мангале тоже можно но нужно прям вот четко четко понимать сколько по времени и объяснить это нельзя то есть нет я могу объяснить вот чувствуете вот это наверно все можно ножиком прорезать делать здесь все происходит именно по той схеме по которой я вам рассказал по времени сделаете больше но там можно нет естественно если вы 6 минут 30 секунд сделать ничего плохого не будет с другой стороны 3 минуты на 10 секунд но если по 10 минут или забудете это будет уже сухарь абсолютно безвкусный я надеюсь что на представлении блюда в разрезе вы увидели какая она мокрая влажная такая сочная наташ ты пошлячка вот вы должны понимать что она хорошая носочная естественно если вы оставите до завтра она будет никакая ребята родные если любите курицу если любите куриную грудку если вы за какой-то некий зож этот рецепт можно перенести разумеется и на индейку абсолютно такими же пластами нарезайте и биха ну естественно без бекона тогда это сырокопченый бекон и что был поэтому сверху соленая корочка хрустящая да и что касается соуса это абсолютная классика для меня я часто такое готовлю дома единственно последнее время делаю шри рачий вкус получается очень такой перечный насыщенный немножко со стринкой поверьте мне если на не знаю не покупали широчу боялись это очень острый соус не даю чистоганом замешивайте в соус и все если понравился данный рецепт разумеется ставьте пальцы вверх если нет пальцы не с вами был как всегда лёха грильков подписка на канал где мы что нас выскакивает вот здесь ссылка на инстаграм и вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока ребят как обещал надеюсь что вам понравится готовьте вообще решетка это мировое изобретение наверняка многие скажут лишь так можно было это все сделать например на гриле да можно было на гриле сделать у меня хотелось показать может быть не у всех гриль есть да ну согласись наташка не у всех а все ухода все мы пошли трапезничать пока пока